Кролик Роджер самый активный среди своих собратьев. Три года назад его принесли на станцию юных натуралистов. Вопреки стереотипу, он совсем не трусливый. Больше всего Роджер любит ласку. И сегодня он получил ее сполна. 40-я школа не в первый раз проводит акции милосердия. Но это особенное. В этом году мы решили сделать это мероприятие общешкольным. И на данную акцию откликнули все классы, с 1 по 11. Мы увидели, что нашим детям небезразличны бездомные животные. Теперь сытыми будут не только кролики, но и другие питомцы станции юных натуралистов. Ребята принесли столько корма, что его хватит как минимум на неделю, говорят специалисты. Это капуста, морковь, орехи. Старшие классы нарисовали плакаты, а младшие рассказали стихи собственного сочинения. Нелегко живет зайчишка, каждый след кричит трусишка. Но зато он быстро ног не догонит серый волк. Как известно, символ следующего года по китайскому календарю – кролик. Предсказать, какие события нас ждут, непросто. Ведь эти ушастые зверьки, как и люди, имеют свой характер и особенности. Но если вы все же решили приобрести живой талисман года, то следует помнить главное правило. Они должны помнить, что этот такой же член семьи, что его нельзя бросать. Надо взяли, значит, надо дома его держать. А в худшем случае не надо его выкидывать, уж принесите тогда на станцию ЮНАТОВ. Полина Сухова, Михаил Крюков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ.